Так, вышел тут значит почти 8-минутный трейлер к Death Stranding, и он в общем-то не стесняется палить сцены, которые напоминают сюжетно важные. Поэтому, если вы боитесь спойлеров, я вас заклинаю, бегите отсюда и возвращайтесь, когда пройдете игру. Всем остальным привет! Я хочу с вами сегодня поделиться моими опасениями по поводу локализации Death Stranding. Но, прежде чем ковыряться в свежем трейлере, отмотаем на месяц назад и посмотрим на другой трейлер, который Cinematic. Да, его уже все обсосали, да, голос тихий, да, русский трейлер короче на секунду, да, этот мужик звучит неубедительно, да, мусор на экране. Это все понятно. У меня некоторые опасения вызвали, если вы смотрели мои два предыдущих ролика, то уже наверняка понимаете, к чему идет дело. Шрифты. Вернее, один шрифт. Вот этот. Он, в принципе, выглядит похоже, но это не совсем то, и на примере нового трейлера это особенно заметно. Шрифты похожие, но разные. Например, это можно разглядеть на букве О, которая на оригинальном шрифте вытянута по горизонтали, а в русском по вертикали. Я нашел что-то очень похожее на русский шрифт, и твою же мать, надеюсь, они не потратили на него весь бюджет на локализацию. Гораздо смешнее то, что оригинальный я тоже нашел. И угадайте что? Выглядит идентично? Имеет кириллицу. Стоит в 25 раз дешевле. Хотя, кстати, там, наверное, есть какие-то особенности использования для юридических лиц, но бляааа. У русского трейлера, причем, есть какое-то непостоянство в плане русских и английских слов. Ладно, имена, хрен с ними, это можно понять. Пусть я и не вижу для этого особых причин, но хрен с ними. Но почему вот здесь информация о том, что игра разработана студией Коджима Продакшнс полностью на английском? Сразу дальше вон перевели, что сценарий дизайн производства режиссура Хидео Коджима. А потом ближе к концу, бам, и то, что Коджима смонтировал трейлер вот этими самыми пурятскими руками русскоязычному зрителю трейлера, знать не обязательно. Ладно, с этим разобрались. У меня есть еще некоторые опасения по вот этому поводу. Мы вроде как знаем, что вот это BBA расшифровывается как Bridge Baby, так? А как тогда расшифровывается BBA? Мне очень хочется предположить, так как релиз Death Stranding буквально через неделю, локализация уже должна быть плюс-минус готова. То есть, с крайне высокой вероятностью, BBA это то, как ребенка будут называть в игре. Слушайте, если они придумали, как это обыграть, мое почтение. Но что-то мне, сука, подсказывает, что это нихрена не значит. Подождем. Ну, с интриговали, засранцы. Еще про BBA. Вот небольшой текст. Тут написано. A young life bound to the dead-BB. Молодая жизнь, связанная или повязанная с мертвыми. BB. Переведено. Новая жизнь в мертвом теле ББ. Каком мертвом теле? Это тело вовсе не выглядит мертвым, уж простите меня. И нет, я не буду пытаться это интерпретировать. Я просто заключу, что в русском трейлере здесь написано какая-то чушь. Затем. Вот этот кусок. Здесь Мац Миккельсон подпевает треку на фоне. Уже понимаете, к чему все идет, да? Какие у локализатора варианты? Первый. Оставить оригинальную дорожку. Чего точно не произошло бы, потому что тут преозвучили весь трейлер. Второе. Дать актеру перепеть на английском. Третье. Перевести буквально на русский, чтобы хоть как-то сохранить авторскую задумку. Ну или сука четвертый, просто вбросить рандомное слово. Опять же. Подозреваю, что в самой игре конкретно этот момент никак с треком не связан. Но сука, момент в трейлере-то просран. Зачем в этом куске вместо имения «что» писать с большой буквы? Наплевать. В путешествии по воссоединению мира, а не восстановлению. Как раз этот трейлер очень обильно описывает то, что игроку в Death Stranding придется связывать разрозненное. Условно восстановление можно притянуть за уши, но зачем, если есть слова уместней. Далее, я вот тут не совсем понял. У нас было пять массовых вымираний с провоцированных фактором. Настала пора для шестого. Каким фактором? Я что-то не так расслышал, то есть в оригинале речь идет об Extinction Entity. Визуал с черным летающим китом намекает, что это та самая Entity есть. Опять же, я очень надеюсь, что в полной локализации слово «фактор» каким-то образом повязано на происходящем. Ну и еще мне не очень нравится перевод Poor Thing, как «бедный ребенок», но не столько в смысловой части, сколько в стилистической. Короче, жду не дождусь полной игры. Сони.